Информационную картину дня дополнят новости спорта в студии Марина Азябина. Здравствуйте, партнер программы Россельхозбанк. Информация по расписанию игр на сайте Федерации волейбола Удмуртии. Начнем с гонбола. Домашние игры с клубом ЦСКА провела команда Ижевского университета. В субботу подопечные Роберта Минобудинова встречались с москвичками в рамках Кубка страны и уступили гостям 17-34. А в воскресенье университет провел встречу с красно-синими уже в ходе национальной суперлиги и также потерпел поражение. Игра была неплохая, но все отрезками было. Отрезками хороший отрезок, плохой отрезок. Только немножко подберемся, начинаем забивать, догонять и опять отрезок плохой. Опять пропускаем все мячи безответных. 30 октября Ижевчанки встретятся в Москве с командой «Луч». 1 ноября также в столице команда Роберта Минобудинова сыграет ЦСКА. Сейчас университет занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. Еще один крупный турнир прошел в парке «Березовая роща». 49-е по счету всероссийские соревнования по велокроссу на призы Ижевского радиозавода собрали сильнейших гонщиков страны. В мужской и женской группе элита победителями стали наши земляки Тимофей Иванов и Анна Миролюбова. Впереди у велокроссменов еще один старт. С 25 по 27 октября в Ижевске будут разыграны награды чемпионата и первенства страны. Не остались без наград спортсмены Удмуртии и на первенстве России по лапте в Курске. Сборная девушек выиграла золотые медали. Юноши нашей республики заняли третье место. Мы поздравляем с успешным выступлением атлетов и их наставников. А теперь переместимся на голубые дорожки муниципального дворца спорта. На межрегиональном турнире на призы Инны Абрамовой, призера Всемирных студенческих игр, участнице Олимпиады в Сеуле, собрался весь цвет приволжья. Добавлю, ее рекорды Удмуртии на 50 и 100 метров вольным стилем держались более 30 лет. Смог ли кто-нибудь к ним подойти сегодня вплотную, сейчас расскажем. Это пятое соревнование на призы Абрамовой. И организаторы уверены, не последнее. Их внесли в реестр Всероссийской Федерации плавания. Они теперь ежегодные и традиционные. Наставники надеются, может быть, в следующем году в Ижевск приедет и сама Инна, которая сейчас живет в Швейцарии. Инна Абрамова – это первая участница Олимпийских игр от Удмуртской республики. Это рекордсменка России на дистанции 50 метров вольных стилем. Это наша гордость. Рекорд Инны на 50 и 100 метров вольным стилем, простоявший более 30 лет, в этом году уже побиты местными молодыми перспективными плавцами. В этом году у нас побиты рекорды на дистанции 50 метров вольных стилем и 100 метров вольных стилем, которые держались 37 лет Маргаритой Дряминой. Поэтому будем ждать новых свершений, новых побед на этих дистанциях. На этот турнир приехали и гости из соседних регионов. Всего на старт заявилось более 300 человек. Иногородние спортсмены и тренеры признаются – выступать на этих соревнованиях им нравится. Всегда отличная организация и конкуренция жесткая. Мы уже третий раз приезжаем на эти соревнования. Именно вот на эти соревнования. Очень большой опыт соревновательный у ребят, большая практика. Посмотреть на другие регионы, как ребята плывут, есть с кем соревноваться, есть что перенять. Сплавы не развиваются. То есть, если в прошлом году были результаты послабее, то в этом уже результаты становятся сильнее и сильнее. Приходится убираться? Да, приходится работать и больше, и больше. Очень старалась показать быстрые секунды на этом старте юная Софья Федорова. Но пока в тройку призеров ей попасть не удалось. Говорит, потренируется еще пару лет и постарается приблизиться к заветному мастерскому нормативу и рекордам в Муртии. Я попала хорошо для себя, но есть над чем работать еще. Я тоже хочу, как Инна Абрамова, стать призером на все различные соревнования и очень много побед для себя сделать. Отметим победителей в двоеборье среди пловцов. 2004 года рождения это Софья Кривелева из Можги и Михаил Котов из Ижевска. Ну а следующий старт у них 7 и 8 ноября. Будет это городское первенство. Вернемся вновь на спортивные арены города. И малыши, и взрослые смогли проверить свои силы во время открытого Кубка Удмуртии по тэквондо. На татане вышли более 500 спортсменов в возрасте от 4 до 30 лет. Соревнования состоялись в спортзале Ижевской медакадемии. Как отмечают организаторы турнира, в этом году уровень подготовки у них очень высокий. В этом году ребята выиграли чемпионат Европы в Харвати. Сейчас идет подготовка к чемпионату мира в Москву. То есть вот эти два турнира очень сильно подхлестнули как и тренерский состав, так и всех наших спортсменов к таким высокому уровню подготовки. Ну и это сразу видно. Чемпионат мира пройдет в российской столице в конце ноября. В Москву отправится большая команда Удмуртии – 85 человек. А в другом зале Ижевской медакадемии состоялось юношеское первенство Удмуртии по бадминтону. Всего на этот старт заявилось около 70 спортсменов из столицы Удмуртии, Можгинского района и поселка Пычас. В возрастной группе юношей и девушек 2002 года рождения и младше победителями стали Евгений Балкин и Зарима Хисамиева. Среди атлетов 10 лет и младше – Глеб Степанов и Дарья Зинатова. А завтра, 23 октября, в зале медакадемии пройдет матч баскетбольной национальной суперлиги-1. Команда «Купол Родники» на своей площадке будет принимать клуб из Уфы. Начало игры в 7 часов вечера. Приходите и поддержите ижевскую команду «Купол Родники». Я же на этом с вами прощаюсь. До встречи.